Если человек находится в постоянном напряжении, знаете, как сейчас фильмы показывают? Практически все фильмы такие сейчас. Будьте, будь, 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 будь. Будь, 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 будь. Так человек живет, вот весь фильм такой. На кого похоже? На волка. На волка похоже. Он так живет. И соответственно, когда человек так живет, ему надо есть мясо. Вот мясная пища предназначена для такой жизни, в которой человек постоянно напряжение сражается со всеми, спорит. Вот тогда мяса хочется. Когда человек живет счастливо, благостно, всем желает счастья, ему хочется молока уже, другой пищи совсем. Вот и все. Пища та переваривается у человека, какой у человека характер. В зависимости от характера переваривается пища. Даже на человеке это видно. Вот сейчас, допустим, посмотреть на девушек, сразу видно, какая девушка любит сильно сладкое. Лицо сладкое, значит сладкое любит. Лицо соленое, значит соленое любит. Вот вы сладкое любите, да? Да. Взрак, да. А вы кислое любите рядом, да? Да. Нет, не любите? А чем прокислое немножко? Надо, не надо кислое есть, да. Наоборот, если прокислое, надо больше сладкое. Женщина говорит, сладкое нельзя. Но сладкая пища, она улучшает женские гормоны, делает женщину счастливой. Но надо с утра сладкое есть, не вечером, а с утра. Потому что вечером не надо быть счастливой, надо успокаиваться вечером. Навилось сладкое, а потом спать не можешь уже. Счастья слишком много. Режим дня нарушен. Как отличить интуитивное знание трудной ситуации впереди от несозревшего астрологического времени? Три года хожу, но не имею сил принять решение переехать в другой город. Из-за этого страдает мой сын. Сын хочет жить отдельно в Москве и так далее, и так далее. Долгое время нахожусь в стрессе из-за своей нерешительности. Ну, на самом деле, для женщины нет проблем, что она нерешительна. Мы с женой до сих пор еще не купили свое жилье. Все деньги отдаем на всякие удовлетворительные цели. И у нас иногда бывает, нужно переехать. Жена говорит, нет, я здесь буду. Никуда не переезжаю. Я говорю, ну хорошо, давай так поживем. Я там поживу, куда надо переехать, а ты пока здесь недельку поживешь. Ну, договорились. Вот, на следующий день я беру вещи, собираю и переезжаю в другое место. И она тоже собирается параллельно. Я говорю, ты же здесь хотела пожить. Она говорит, я лучше там пока недельку поживу. Мне понравится, и потом назад вернусь. Я говорю, ну поживи там недельку, хорошо. Потом назад, конечно, вернешься. Недельку живет там и говорит, я теперь, Олег Геннадьевич, никуда больше не поеду отсюда. Никуда не поеду. Я здесь теперь всегда живу. Я говорю, конечно, теперь всегда здесь. Ну, как бы, это же не проблема, женщина. Я не могу переехать в Дубну. Ну, это не твоя проблема. Муж берет все вещи, собирает, говорит, ты хочешь без вещей жить, здесь оставайся. И все, ты не можешь переехать в Дубну, ну, и не требуется переезжать в Дубну тебе. Там муж переезжает в Дубну. Но ты остаешься там, где была. Женщина же наседка по природе. Попробуйте курицу с места сдвинуть, яйцо насиживать. Такое там устроится, не дай бог. Это природа какая у женщин, наседка. Из дома не хочется выходить. Переезжать, тем более. Так я тебе говорю, Юлия. Ну, это нормально. У женщины такая природа. Мужчин, наоборот, куда-то несет все время. Это нормально, получается гармония в результате. Ну, стресс-то в чем заключается? Что муж не может переехать. Не знает, как с женой себя вести просто. Взял, да переехал, и все. Чего беспокоить. Муж шел из семьи три года назад. За это время у него было много женщин. Но он на них не женился. Я жила одна с ребенком. А теперь я встретил мужчину, который ко мне очень хорошо относится. А все мужчины сначала очень хорошо относятся. Но с мужем теперь в развод. Развод не дает. Муж теперь развод не дает. И хочет сохранить семью. Что делать? А всегда, когда, смотрите, когда тянешь на себя, оно назад лезет. А когда, как бы, уже не тянешь, лезет к тебе. Так природа работает всегда. Ты тянешь на себя, от тебя тянется. Ребенка попробуйте тянуть на себя, он сопротивляется. А когда уходишь, он бежит за тобой. Это вот так действует природа просто. Это нормально, что ты решила разводиться. Муж говорит, будем сохранять семью. Что это значит? Это значит, что ты всю жизнь жила неправильно. Всю жизнь жила неправильно. Вот смотрите. Нет, алло, здесь нельзя уже. Здесь уже лекция. Пумазочки надо мне дать. Знаете, почему так много людей, мало людей в зале? Потому что Руслан Нарушевич приехал. Сдалась конкуренция. Это хорошая конкуренция, я считаю. Я удивился, что, оказывается, Руслан Нарушевич перетягивает у меня народ. А то он вообще не перетягивает. Здорово. Итак, в чем проблема уделала этой женщина, которая написала письмо? Это проблема общая наша. Это не ее вот проблема, а наша общая проблема. Проблема заключается в том, что мы не понимаем две вещи. Первая вещь. Что ты выходишь замуж за такого человека, на каком уровне сознания ты находишься. Женщины часто думают, я более возвышена, чем он. Ну, если ты более возвышен, а ты выходишь замуж за более возвышенного. В умной достаются в умной, а я досталась тебе, да? Почему же кажется, что я более возвышен, чем мой муж? Вот женщине почему кажется так? Я вот более возвышен. Он менее возвышенный. Он склонен изменять. А я вот верная. Ну, потому что так положено. Женщины по природе верные. Мужчины склонны изменять. Женщины склонны строить глазки, не склонны изменять. Строить глазки склонны. Всегда строят глазки. Возможность есть, сразу строят глазки. Мужчины, возможно, здесь сразу изменяют. В этом разница заключается. Ну, интересно знать, с кем мужчины это изменяют. С тараканами, что ли? Они с женщинами изменяют. Так? Почему? Потому что им женщины строят глазки. Да кто тогда хуже? Одинаковы. Но интересно, вот что, если женщина не изменяет, она просто строит глазки, значит, она лучше. Женщины склонны считать себя лучше всегда. Почему? Они более красивые, более деликатные. Более эстетичные, лучше одеваются. Они лучше замечают ситуацию. Они как бы лучше ориентируются в ситуации. Они более чувствительны. И как бы, и вообще, когда женщина смотрит на себя в зеркало, она думает, господи, ну какому дураку досталась такая красавица. Женщина, она очень, как бы, склонна себя считать лучше всегда. Поэтому женщина считается лучшей половиной человечества. Так и есть. Женщина лучше половины человечества. Потому что, если женщина себя не считала лучше, она бы не была красивой. Те женщины, которые не считают себя лучше, они и красивы. Женщина, которая себя считает лучше, она красивая. Лучше означает лучше. 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 Женщина не проявляется вот это все. Женщина – это какое начало? Неактивное. В ней все в зачатке. Через кого проявлять? Через мужа. Если хочешь понять, какая ты, посмотри на своего мужика. И поймешь, какая ты. Все. Вы скажете, нет, я лучше. Хорошо, если вы лучше, такое бывает. Мужик тоже станет лучше. Вот если ты лучше стала, мужик тоже лучше становится. Потому что женщина – вдохновляющее начало. Она лучше становится, мужик лучше становится. Еще лучше становится, еще лучше мужик. Еще лучше, еще лучше мужик. Все. В чем проблема? Проблема заключается в том, что женщина не работала над собой. Мужик лучше не становился. Но семья-то не разрушилась. Видите, это их уровень жизни. То есть на уровне гуляния они живут. Нравственный уровень семьи очень низкий. Кто создает нравственный уровень семьи? Женщина. Она делает алтарь дома. Она пищу освещает. Она молится каждый день. Муж что делает? Подтягивается потихоньку. Смотрит, что она так делает. Ему это нравится. Начинает изучать, как молиться. Постепенно. У мужчины все медленно происходит. Постепенно это делается все. Потом он уже, его не догонишь уже. Он разгоняется, когда его уже не догонишь. Но повернуть в другую сторону уже нельзя. Вот он поехал в эту сторону. Все, дальше туда же будет ехать. Все. Женщина может повернуть. Она может что-то другое найти. Ей все интересно. А его уже все. Он уже вот в этом направлении двигается. Все. Мужчина или двигается быстро вниз, или его подтягивает жена, и потом он двигается быстро вверх. Но он не стоит на месте. Куда-то ему надо двигаться все время. В одну сторону. Все. Почему мой муж гуляет? Потому что у тебя такой уровень сознания. Ты настолько развитый человек, что муж гуляет. Тебя как зовут-то? София. София. Вот принесла мне. Любовь. Чуть-чуть любви принесла мне София. Маленькую бараночку. Очень символично. Иногда приносят ноль, а иногда один. Я одному не достоин. Только нуля достоин. Поэтому нулю не принесли. Значит, очень важно понять вот это в этом письме. Оно такое ключевое. В нем важно понять, что как мы настраиваемся. Вот пришел в жизнь человек, гуляет. Как мы настраиваемся? Не хочу с таким жить. Хочу не гулящего. Тройку на экзамены поставили. Не хочу тройку, хочу четверку. Выучи на четверку, получи четверку. Система есть с нами? Теперь, почему развод-то не дает? А потому что семья всегда была. Она просто гулящая такая семья была. Она всегда была семья. И вот ты думаешь, сейчас выйдешь замуж за этого, будет другая семья? Нет, будет то же самое. У тебя такой уровень сознания. Какой смысл значит разрушать? Надо ставить условия мужу. Надо его воспитывать. Надо повышать уровень духовной культуры в семье. Надо сделать так, чтобы мужчина совесть просыпалась, когда он домой заходит. Как сделать так, чтобы мужчина совесть просыпалась, когда он домой заходит? Надо, чтобы в доме жила совесть. А кто поселяет в доме совесть? Жена, женщина. Она создает такую атмосферу, что мужчина заходит. Можно даже такую атмосферу создать, что он перед алтарем без штанов не пройдет. Алтарь, если есть в доме, там поклоняются, он без штанов идет, будет закрываться. Потому что стыдно. Потому что алтарь означает присутствие Бога. Все, уже без штанов не походишь. Надо трусы одевать. Ну то есть женщина, она олицетворяет совесть в доме. Понимаете? Она ведет себя так, чтобы была совесть. Мужчина наоборот. Но если женщина создает атмосферу в доме правильную, мужчине нечего делать. Он не может по-другому жить.